У нас с самого утра идёт дождь, даже можно сказать со вчерашнего вечера. Ночью тоже ляпала, 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 ляпала. Непонятно, сегодня это будет на весь день или может к вечеру прекратится дождик. Весна! Открыла окно. Коты повылазили, дышат свежим воздухом. Интересно. Да, наблюдать, как там капельки летят. Может какая птичка пролетит мокрая. Да, коты сидят, дышат воздухом. Сейчас буду жарить пеленгасик. Что я делаю? Беру немного в кулечек муки, панировочных сухарей. Вот. Приправки. Так, такие. Потом у меня есть для рыбы. Прям так и называются. Для рыбы. Вот. Можно, в принципе, вообще любые. Можно просто перчик одного и всё. Вот так, для рыбы. И соли. Вот так, ну, чтобы не пересолить. Так. Вот здесь это всё перемешиваю. В сухом виде. Вот так вот. И теперь закладываю по одной рыбке. И начинаю её вот там вот колбасить. Вот. Всё. Одна у меня уже обвалялась. Теперь масло у меня разогретое. И на разогретое масло выкладываю рыбку. Вот. Масло можно сделать, этот огонь можно даже сделать сразу побольше. Сразу сделаю побольше, чтобы она подрумянилась. Точно так же вот вторую закладываю сюда в кулечек. И вот так вот её там тормошу. Вот так вот делаю ей в тряску. Всё. Вторая готова. Следующую. И руки ни в какой панировке. Не надо каждую рыбку там обваливать, присаливать, там голову морочить. Надо жизнь себе упрощать, а не усложнять. Вот так вот. Сегодня что у нас? Четверг. А четверг что у нас? Рыбный день. Правильно. Поэтому я буду есть рыбку. Это полезно. Это вкусно. Это все должны кушать. И вот ещё 4 штучки. Это на второй заход уже пожарится. У меня ещё будет гарнир к рыбе. В общем, обжариваю лук, морковку. И что я потом туда добавлю. Я варила на днях рассольник. И, конечно, сварила перловки много. Ну, она хорошая, нормальная перловка, вкусная. Я когда её варила, соль добавляла. То есть, как бы, всё нормально. Ну, просто так саму перловку кушать, ну, как-то грустно. А чтобы это было немножко веселее, я сделаю вот так вот зажарочку. Лук с морковкой обжарю. И туда перловку. И всё. Рыбка уже дожарилась. И всё. У меня обед готов. Всё. Обед мой готов. Ой, как красиво. Рыба прям такая замечательная, золотистая. Перловка даже получилась такая. Вообще обалденно красивая. Ну, что. Для начала, конечно, попробую рыбу. Я думаю, вам так же интересно, как и мне. Какая она. Ну, прожарилась. Я её расковыряю сейчас, конечно. Чтобы показать, какая она. Ковыряйся, рыба. Ну, корочка зажаристая. Ну, вот, мягенько попробуй мясо. Она аж сладкая. Ну, вот, косточки есть. Это ж я, наверное, вот эти взяла. Что с брюшка. Рыба на тонной рыбы. Это ж не колбаса. Чтоб без костей. Вот такие вот какие-то маленькие косточки. Ну, так хорошо. Каша горячая. Я ещё сюда добавила одну ложку томата. У меня просто там в банке остатки была ложка томата. Поэтому она такая красивая получилась. Ммм, слушайте, ну, обалденно. Сейчас ещё нарежу огурчик себе. Ммм, как вкусно. Так что, если где-то вам попадаются такие небольшие пеленгасики, знаете, берите. Берите, классная вещь. Серьёзно, я себе ещё, если буду на озёрке, ещё куплю. Сижу, занимаюсь перешиванием, переделыванием кое-каких вещей. Ну, вроде небольшая переделка, но время всё равно надо на это потратить. Время надо уделить. Что вам рассказать? Какие новости? Зашла, почитала наши городские новости. Так, то ДТП какое-то, то где-то с наркотиками кого-то задержали, то какой-то педофил задержали его. Он там на детских площадках к детям приставал. В общем, одна новость лучше другой. И опять, насчёт жестокости. В Каменском, это бывший город Днепродзержинск, там где-то в подвале нашли прямо целое захоронение мёртвых животных. Ну, как там написали, как замурованные. Ну, это ж, наверное, как вот это вот сейчас везде в подвалах берут, закладывают вот эти вентиляционные ходы. И все, что там собачки или котики, они просто там погибают и всё. Ну, так вот. И когда мне начинают там, что на животных наплевать, а вот людей другое волнует, что какая-то там, ну, женщина сбросилась с балкона. Ну, если женщина сама добровольно сбросилась с балкона, ну, наверное, аж её никто в шею не толкал. Она ж, наверное, сама на это решилась. Ну, то, что жизнь там достала. Ну, нас тоже достало, никто не прыгает с окна. Как-то ж надо выруливать. Каждый сам вообще, в принципе, в ответе за свою жизнь и за то, что он с ней делает. А животные, они, знаете, как бы не могут принимать решение добровольно там уйти из жизни. Если уже люди с ними так поступают, так в этом не животные виноваты, а люди. Разве так можно уже вообще человеческое обличие терять? А так, ну, какие новости? Дождливая погода, дома у меня есть чем заняться, работа у меня есть, есть работа, да, у меня есть чем заниматься. Вот, кроме вот этого всего, работа тоже есть. Ну, и немножко минутку внимания вам уделяю. Что ещё вам хорошенького рассказать? Если к вечеру не будет дождика, то, может быть, пойдём куда-нибудь погуляем. Ну, вот, получается.